Всем здрасте! Решил разобрать лазерный модуль 473 нм 100 мВт Истинный голубой Истинный небесный цвет Так у него Можно сказать Один из самых красивых Включая красный 671 нм Цвет у него действительно необычный, конечно Все-таки я решила до него добраться В принципе, вот характеристики у него Ну, примерно так Почему 100 мл? Ну, я, в принципе, думаю, что в лазерном проекторе 100 мл. за глаза хватит Причем твердотельного Ну, вот, в принципе-то Так же, как и 100 мл. 671 нм Выглядит 473 нм Такой же этот бочонок Примером размером такой же Не больше, не меньше Только линзы чуть-чуть голубоваты Здесь термоэлемент стоит Снимать его не буду, как в прошлый раз Потому что в прошлый раз я его сломал По своей неосторожности Любопытству Ну, эта фигня снимается Камбуш, камера закрепит Показать Будет в коленки зажать Вот Вот бочонок Алюминиевый Могу попробовать, конечно, включить На короткое время Во Светит он квадратом Ну, так вот Сам крестолон у меня тоже квадратный Нафиг, кто сгорит Когда я его, конечно, открою Это будет вторая часть Ну, в принципе, удалось мне Открутить Этот бочонок Откручивал его 2,5 часа, не больше Уже очень сильно Он был Закрученный Ну, это так Так, как я понял Здесь герметик Здесь не было Ни суперклеи Ни каких-то кольев Просто был, я так понял, герметик По краям Что сего? Таемкой нагреть 3 раза подряд Чтобы он, конечно, горячий был Даже В этом месте Дело в том, что Конечно, сначала Хотел забросить Ну уж Глядя в линзу Слишком уж он там Где-то интересно Выглядит очень Если вот так смотреть Видно, что там Что-то такое Необычное, вроде бы Ну, в принципе Теперь Давайте Оскручим Смотрим, что там 470 мм Таким дорогущим Таким редким Сенделайзеров Ну, если в принципе Стоит Линза какая-то Не так понял Вроде бы линза Вроде бы не стекло Линза дорожает Желтый цвет Сама Она Покрыта Каким-то зеленым Вроде как С оттенком Сама колба Очень маленькая Внутри По сравнению Внутренности Точнее По сравнению 671 нм Назерным модулем Ну, в принципе Все остальное Все то же самое Единственное, что Меня удивляет То, что здесь Кристалл Довольно-таки Здоровый Ставит Так, посмотреть Туда Примерно Как на 1 ват 532 нм Частоты Реально Здоровый Область Видно Сама, конечно Система, которую Зажимает Кристалл Тоже Довольно-таки Большая За не менее Такой Довольно-таки Маленькой Конструкции 671 нм Она Больше Выше была Ну Все самое Интересное Здесь Больше Покомпактнее Даже Стоит Кам 708 Ой 8 нм В принципе Давайте Включим Вот так Как он так Работает Интересно Термоэлемент Начинает Греться Нет Желаю Так Надержать Он Нафиг Сгорит Че-то Он Греется Прям Сильный Боюсь как бы Он не Сгорел Все-таки 10 ватт Будет накачивает. Ладно. Пришла все-таки замкнуть его почти до конца. Хочу снять вот эту. Вот этот держатель с кристаллом. Там посмотреть, как выглядит ИК там. Ну точнее линзы ИК. До самого ИК я уж не буду добираться, потому что при вскрытии туда попадет воздух, линзы ограничивают туда доступ кислорода и пыли. Я так понял. Решил ее снять. Сейчас я попробую открутить эту штуку. Давайте включим, чтобы увидеть синий оттенок там. Где соприкасается луч ИК, и начинается генерирование синего спектра. Видите, там он светится исключительно синим, чистым. Здесь, конечно, видно. Дальше я все-таки сниму. Это колбу. Кстати, раскручивается что-то на редкость легко. В общем, болтики эти заказычные. Дальше. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Добрался я до ИК еще... Вот так он примерно выглядит... Инфракрасный диод на 10 Вт... Несконечно видно... У меня такой интересный выглядит... Ну, здесь... Остает... Кристалл... Кристалл дополнительный... Для генерирования... 473... Точнее... 473... А поляризационный кристалл здесь стоит... Трофильтру ИТК... Он отражает... Синий цвет... Здесь, конечно... Видно на камере... Причем он отражает... Синий цвет... Хорошо... Ярко он отражает... Синий цвет... Ну, в принципе-то... Дальше он... Склеенный... Кристалл там что-то не видно... Я думал, что здесь линза прям... Линза будет стоять... Сейчас возьму ножичек... Ускрою... Вот... Вот... Вот и медные балдашки... Ничего нету... Медные балдашки... Я так понял... Это зеркало... Вот... С этой стороны зеркало стоит... И с этой зеркало... Четыре... 532 нанометра... Они склеены друг с другом... Здесь они стоят раздельно... Так понял, это... Лучше... Чем когда они стоят... Склеены вместе... Посмотрим, что там за кристалл... Кристалл реально здоровый... Через чур даже... Все-таки мне не изменяет... По мечту здоровый... Я думал, что он там... Маленький... Какой-нибудь... Не видно... Наверное... Миллиметр 3... Так понял... Ширину... В принципе, ничего особенного нету... Все... Все... Теперь я буду его собирать... Ну вот... Я его собрал... И сама... Сейчас... Буду первый тест сделать... Сам его еще не включил... Сейчас увидим... Работает он или не работает... После того, как я его собрал... Ну-с... Старт! Реально хреново работает... Но работает... Что ж... Будем исправлять? Ну вот... Я его собрал... Спустя... Долгих стараний... Я наконец-то... Попал... На мощность... Выходила... Выходила... Мощность... Такой же яркости... Какой была... Блин... Спустя... Какие долгих стараний... Я меньше 5 минут ее настроил... Ну в принципе... Сейчас я вам... Покажу... То, что действительно... Все ярко... Как и было... Ну короче... В принципе... В чем здесь разница? Разница... Получается в том... То, что... Указку ты вряд ли соберешь... Так сразу... А модуль соберешь... И он будет реально работать... Реально светить... Той же мощностью... Какая была... В принципе... Что я хочу сказать... Не бойтесь рисковать... Бой... Бойтесь не узнать новые... Ну вот... В принципе... Эксперимент... 532... Нанометра... Накачка... 10 Ватт его... Кристалл... От указки... НГТ 500... Милли Ватт... Выходная мощность... В принципе... На выходе здесь вряд ли... Мне кажется... Прям такая... Большая мощность... Ну... Заяц... Вот... Редактор субтитров... Субтитры сделал DimaTorzok